Около 11 часов вечера зазвонил телефон. Я услышал голос маршала Тимошенко. Есть очень важные сведения, зайдите ко мне. Быстро сложив в папку последние данные о положении на флотах и позвав контр-адмирала Алафузова, пошел вместе с ним. Владимир Антонович захватил с собой карты. Мы рассчитывали доложить обстановку на морях. Я видел, что Алафузов оглядывает свой белый китель. Должно быть считал неудобным в таком виде идти к наркома обороны. Надо бы надеть поновее, пошутил он, но времени на переодевание не осталось. Наши наркоматы были расположены по соседству. Мы вышли на улицу. Дождь окончился. По тротуару снова прогуливались парочки, где-то совсем близко танцевали. И звуки патефона вырывались из открытого окна. Через минуту мы уже поднимались на второй этаж небольшого особняка, где временно находился кабинет Тимошенко. Маршал, шагая по комнате, диктовал. Было все еще жарко. Генерал армии Георгий Константинович Жуков сидел за столом и что-то писал. Перед ним лежало несколько заполненных листов, большого блокнота для радиограмм. Видно, наркома обороны и начальник генерального штаба работали довольно долго. Семен Константинович заметил нас, остановился. Коротко, не называя источников, сказал, что считается возможным нападением Германии на нашу страну. Жуков встал и показал нам телеграмму, которую он заготовил для пограничных округов. Помнится, она была пространной на трех листах. В ней подробно излагалось, что следует предпринимать войскам в случае нападения гитлеровской Германии. Непосредственно флотов эта телеграмма не касалась. Пробежав текст телеграммы, я спросил, разрешено ли в случае нападения применять оружие? Разрешено. Поворачиваясь к контуру адмиралу Алафузову. Бегите в штаб и дайте немедленное указание флотам о полной фактической готовности, то есть о готовности номер один. Бегите! Так уж некуда было рассуждать, удобно ли адмиралу бегать по улице. Владимир Антонович побежал. Сам я задержался еще на минуту, уточнил, правильно ли понял, что нападение должно ждать в эту ночь. Да, правильно, в ночь на 22 июня, а она уже наступила. Когда возвращался в наркомат, меня не покидали тяжелые мысли. Когда наркому оборону стало известно о возможном нападении гитлеровцев, в котором часу он получил приказ о приведении войск в полную боевую готовность, почему не само правительство, а нарком обороны отдал мне приказ о приведении флота в боевую готовность, причем полуофициально и с большим опозданием. Было ясно одно. С тех пор, как нарком обороны узнала о возможном нападении гитлера, прошло уже несколько часов. Это подтверждали исписанные листки блокнота, которые я видел на столе. Уже позднее я узнал, что руководители наркомата обороны, нарком и начальник генерального штаба, были вызваны 21 июня около 17 часов к Сталину. Следовательно, уже в то время под тяжестью неопровержимых доказательств было принято решение привести войска в полную боевую готовность и в случае нападения отражать его. Значит, все это произошло примерно за 11 часов до фактического вторжения врага на нашу землю. Не так давно мне довелось слышать от генерала армии И.В. Тюленева, в то время он командовал московским военным округом, что 21 июня около 2 часов дня ему позвонил Сталин и потребовал повысить боевую готовность ПВО. Это еще раз подтверждает, во второй половине дня, 21 июня, Сталин признал столкновение с Германией, если не неизбежным, то весьма и весьма вероятным. Еще этому свидетельствует и то, что в тот вечер к Сталину были вызваны московские руководители Щербаков и Пронин. По словам Василия Прохоровича Пронина, Сталин приказал в эту субботу задержать секретарей райкомов на своих местах и запретить им выезжать за город. Возможно, нападение немцев, предупредил он. Очень жаль, что оставшиеся часы не были использованы с максимальной эффективностью. В наркомате мне доложили. Экстренный приказ уже передан. Он совсем короток. Сигнал, по которому на местах люди знают, что делать. Все же для прохождения телеграммы нужно какое-то время, а оно дорого. Берусь за телефонную трубку. Первый звонок на Балтику. Трибуцу. Не дожидаясь получения телеграммы, которая вам уже послана, переводите флот на оперативную готовность номер один, боевую. Повторяю еще раз, боевую! Он, видно, ждал моего звонка. Только задал вопрос. Разрешается ли открывать огонь в случае явного нападения на корабли или базы? Сколько раз моряков одергивали за излишнюю ретивость. И вот оно. Можно ли стрелять по врагу? Можно и нужно! Командующего Северным флотом А.Г. Головк тоже застаю на месте. Его ближайший сосед Финляндия. Что она будет делать, если нападет Германия на нас? Есть немало оснований считать, что присоединиться к фашистам. Но сказать что-либо наверняка было еще нельзя. Как вести себя с финнами? Спрашивает Арсений Григорьевич. От них летают немецкие самолеты к Полярному. По нарушителям нашего воздушного пространства открывайте огонь. Разрешите отдать приказание? Добро. В Севастополе. На проводе начальник штаба И.Д. Елисеев. Вы еще не получили телеграммы о приведении флота в боевую готовность? Идет первый час ночи. Шифровка уже должна была дойти до флотов. Нет, отвечает Иван Дмитриевич. Повторяю ему то, что приказал Трибуцу и Головка. Действуйте без помедления. Доложите командующим. Не он, не я еще в ту минуту не знали, что от первого столкнения с врагом Севастополь отделяло менее трех часов. После разговора с флотами сложилась уверенность, что машина завертелась. Снова заглянул Галер. Что нового читаю на его лице? Рассказываю об указаниях, полученных от Наркома обороны. Меня больше всего тревожило положение на Балтике. А Лев Михайлович старый балтиец. Обсуждаем с ним, в каком состоянии там наши силы. Смотрим карту. В те минуты, как теперь известно, на вражеских аэродромах возле границы уже подвешивали бомбы к самолетам. Пришли в движение фашистские танки и корабли, чтобы нанести первый удар. А мы еще думали, неужели война? Где-то внутри продолжала теплиться слабая надежда. Может быть обойдется? Не обошлось. Очень скоро она предстояла в том убить пока. Для меня наступило время томительного ожидания. На флотах знали, что следует предпринять. Меры на чрезвычайный случай были точно определены и отработаны. Я мысленно представлял себе, как приказ о фактической готовности номер один уже передан на флоты и флотилии. Дальше в базы, в соединения. И сейчас люди трудятся, молчаливо и напряженно, отдавая себе отчет в цене каждой минуты. Я удерживал себя от того, чтобы снова снять трубку. Пожалуй, генерал Мольтке был прав, говоря, что отдав приказ мобилизации, можно идти спать. Теперь машина работала уже сама. Как развивались события в ту ночь на флотах, я узнал позднее. Мой телефонный разговор с Трибутсом закончился в 23 часа 35 минут. Журнал любовых действий Балтийского флота записано. 23 часа 37 минут. Объявлена оперативная готовность номер один. Люди были на месте. Флот находился в повышенной готовности с 19 июня. Паран билос лишь 2 минуты, чтобы началась фактическая подготовка к отражению удара врага. Северный флот принял телеграмму приказ в 0 часов 56 минут 22 июня. Через несколько часов мы получили донесение командующего головка. Северный флот 4 часа 25 минут перешел на оперативную готовность номер один. Значит, за это время приказ не только дошел до баз, аэродромов, кораблей и береговых батарей. Они уже успели подготовиться к отражению удара. Хорошо, что еще рано вечером около 18 часов я заставил командующих принять дополнительные меры. Они связались с подчиненными, предупредили, что надо быть на чеку. В Таллине, Лебаве и на полуострове Ханка, в Севастополе и Одессе, Измаиле и Пинске, в Полярном и на полуострове Рыбачи командиры баз, гарнизонов, кораблей и частей в тот субботний вечер забыли об отдыхе в кругу семьи, об охоте и рыбной ловле. Все были в своих гарнизонах и командах, потому и смогли приступить к действию немедленно. Прошло минут 20, после моего разговора с вице-адмиралом Трибутсом, телеграмма еще не дошла до Таллина, а оперативная готовность номер один была объявлена уже на Ханко, в Прибалтийской базе и в других местах. Об этом свидетельствует запись журнала боевых действий. Частям сектора береговой обороны Лебавской и Виндавской военных морских баз объявлена готовность номер один. В 2 часа 40 минут все корабли и части флота уже были фактически в полной боевой готовности. Никто не оказался застегнутым врасплох. Позади были недели и месяцы напряженной, кропотливой, иногда надоедливой работы, тренировок, подсчетов и проверок. Позади были бессонные ночи, неприятные разговоры, быть может взыскание наложенной замедлительности, когда людей поднимали по тревоге. Многое было позади, но все труды, потраченные время и нервы, все было оправдано сторицей в минуты, когда флоты уверенно, слаженно и без проволочек изготовились к встрече врага. Первым принял удар на себя Севастополь. Пускай другие вступили в бой на час-другой позднее, но они уже знали, враг напал на нашу родину, война началась. Севастополь встретил нападение подготовленным. В последствии мне рассказывали, что в ту субботу, как и в предыдущие дни, корабли стояли в Севастопольской бухте, рассредоточенно, с оружием, готовым к действию. Они были затемнены, и с берега нельзя было различить их силуэты на черной воде. Но город вечером 21 июня еще сверкал огнями. Бульвары и сады переполнила праздничная нарядная публика. Казалось, ничто не предвещало трагических событий. Так написал об этом вечере НТ «Рыбалка», бывший в те часы оперативным дежурным по Черноморскому флоту. Сразу же главной базе был дан сигнал «Большой сбор». И город огласился ревом сирен с сигнальными выстрелами батареи. Заговорили рупоры городской радиотрансляционной сети, передавая сигнал тревоги. На улицах появились моряки, они бежали к своим кораблям. Вот что об этом пишет в своих воспоминаниях адмирал Елисей. Учитывая трёжную обстановку, мы договорились, чтобы в штабе флота ночью обязательно присутствовал кто-нибудь из старших военачальников, обличенный правом в случае необходимости принимать ответственные решения. В ночь на 22 июня на такое дежурство заступил я, начальник штаба. Такова уж традиция на флоте. Самым ответственным считается дежурство с субботы на воскресенье. В час-три минуты поступила телеграмма из Москвы. Через две минуты она уже лежала у меня на столе. Вскоре телеграмма была вручена прибывшему командующему флотом. Это был приказ наркома ВМФ о переводе флота на оперативную готовность номер 1. Немедленно провели действие, заранее отработанную систему оповещения. Оперативная готовность номер 1 была объявлена по всему флоту в час 15 минут 22 июня 1941 года. Постепенно начали гаснуть огни на бульварах и в окнах домов. Городские власти и некоторые командиры звонили в штаб. С недоумением спрашивали, зачем потребовалось так спешно затемнять город, ведь флот только вернулся с учений. Дали бы людям отдохнуть немного. Надо затемниться немедленно, отвечали из штаба. Последовало распоряжение выключить рубильники электростанций. Город мгновенно погрузился в такую густую тьму, какая бывает только на юге. Лишь один маяк продолжал бросать на море снопы света, в наступающей мгле особенно яркие. Связь с маяком оказалась нарушенной. Может быть это сделал диверсант. Посыльный на мотоцикле помчался к маяку через темный город. В штабе флота вскрывали пакеты, лежащие неприкосновенными до этого рокового часа. На аэродромах раздавались пулеметные очереди. Истребители опробовали боевые патроны. Зенитчики снимали предохранительные чеки со своих пушек. В темноте двигались по бухтам катера и баржи. Корабли принимали боевые торпеды и мины. На береговых батареях поднимали свои тяжелые тела, огромные орудия, готовясь прикрыть огнем развертывание флота. В штабе торопливо записали донесения о переходе на боевую готовность с Дунайской военной флотилии, с военно-морских баз и соединений кораблей. Примерно к двум часам ночи 22 июня флот находился в готовности. Записано у рыбалку. Около трех часов дежурному сообщили, что посты сниз и в нос слышат шум авиационных моторов. Рыбалка докладывает об этом Елисееву. Открывать ли огонь по неизвестным самолетам? Звонит начальник ПВО полковник Жилин. Должите командующему, отвечает начальник штаба. Рыбалка докладывает комфлоту. И тут у них происходит разговор, который воспроизвожу по записи дежурного. Октябрьский. Есть ли наши самолеты в воздухе? Рыбалка. Наших самолетов нет. Октябрьский. Имейте в виду, если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете расстреляны. Рыбалка. Товарищ командующий, как быть с открытием огня? Октябрьский. Действуйте по инструкции. Я дословно привожу записи рыбалка. Не для того, чтобы дать характеристику людям. Хочется пояснить, как было трудно принимать первые решения, означавшие переход от мирного времени к войне. Дело касалось Севастополя, главной военно-морской базы Черноморского флота. Отдать здесь приказ об открытии огня всей системе ПВО, по неизвестным еще в те минуты самолетам, далеко не равнозначно открытию огня на какой-либо пограничной заставе, привыкшей ко всяким инцидентам. На командовании лежала большая ответственность. С одной стороны, не пропустить безнаказанного врага, а с другой, не вызвать нежелательного осложнения. Несколько позже, когда все флоты получили прямое разъяснение, что война началась, в сомнении колебания отпали. Естественно, такой ответ не мог удовлетворить дежурного Рыбалка, и он обратился к стоявшему рядом с ним начальнику флота Елисееву. Что ответить полковнику Жилину? Передайте приказание открыть огонь, решительно сказал Елисеев. Открыть огонь, скомандовала Рыбалка начальнику ПВО. Но и полковник Жилин хорошо понимал весь риск, связанный с этим. Имейте в виду, вы несете полную ответственность за это приказание, сказал он, вместо того, чтобы произнести «Есть». «Записывайте куда хотите, но открывайте огонь по самолетам!» Уже почти кричит, начиная нервничать Рыбалка. Три часа семь минут. Немецкие самолеты подходили к Севастополю, крадучись, на небольшой высоте. Вдруг сразу вспыхнули прожекторы. Яркие лучи солнца стали шарить по небу. Заговорились зенитные орудия береговых батарей и кораблей. Несколько самолетов загорелись и начали падать. Другие торопились сбросить свой груз. У них была задача заблокировать корабли в бухтах Севастополя, не дать им возможности выйти в море. Противнику это не удалось. Мины упали не на фарватер, а на берег. Часть попала в город и взорвалась там, разрушая дома, вызывая пожары и убивая людей. Мины спускались на парашютах, и многие жители думали, что это выбрасывается в воздушный десант. В темноте принять мины за солдат было не мудрено. Невооруженные севастопольцы, женщины и даже дети бросились к месту приземления, чтобы схватить фашистов. Но мины взрывались, и число жертв росло. Однако налет был отбит, и рассвет 22 июня Севастополь встретил во всеоружии, ощетинившись орудиями, которые смотрели в небо и в море. В Москве рассвет наступил несколько раньше. В три часа было уже все видно. Я прилег на диван, пытаясь представить себе, что происходит на флотах. Глуховатый звонок телефона поднял меня на ноги, докладывает командующий Черноморским флотом. По необычайно взволнованному голосу вице-адмирала Октябрьского уже понимаю, случилось что-то из ряда вон выходящее. На Севастополь совершен воздушный налет. Зенитная батарея отражает нападение самолетов. Несколько бомб упало на город. Смотрю на часы. Три часа пятнадцать минут. Вот когда началось. У меня уже нет сомнений. Война. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok